Всем привет, друзья и гости нашего канала. Мы на набережной с Халилом прогуливаемся. Сидели дома, ждали, вдруг будет ураган. Вы знаете, сегодня потемнело небо. Такое ощущение, я думала, что сейчас начнется такой дождь. Хотя нет, Мерсин пронесло. А вот Тарсус, в Тарсусе, друзья, был очень сильный ураган. В одной школе просто снесло крышу. Халил говорит, ужас. Крышу снесло, очень большой ветер, сильный дождь был. А у нас, нас просто, я не знаю, Господь пожалел уже. У нас не было ничего. Немножко был ветер, совсем чуть-чуть. И были тучи, даже ни капельки не капнул дождь у нас в Мерсине. Поэтому нам сегодня повезло, и ураган прошел стороной. Не затронул Мерсин, не затронул Анталию, не затронул Адану. Как нас предупреждали, что Адана, Мерсин, будьте осторожны. Так что нам очень повезло. А вот в Тарсусе небольшие проблемы были сегодня. Так что мы вышли погулять. Погода сейчас хорошая. Жара спала. Сейчас 27 градусов, но для нас это супер. Даже можно сказать, вот сейчас даже немножко прохладненько. Мы уже попили кофе. Я уже не стала вам показывать, как мы пьем кофе. Ничего интересного. Как обычно все. Пили кофе, чайок. Немножко с вами пройдемся. Я покажу вам море. Море сегодня обалденное. Нет ни волны, ничего. Полный штиль. Красавица сидит. Пантера. Пантера, ты такая красивая. С зелеными глазками. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ай, да, красавица. Мяу, да, мяу. Да, красивая такая девочка. Мяу. Ты рыбку ждешь? Вон рыбаки сидят, она рыбу ждет. Сейчас, правда, темно, ничего не видно. Ой, такое темное море, друзья. Вообще ничего не видно. Темень. Ни одной звезды нет на небе. Ну, я вижу, а вода, как слеза. Чистое море. Людей много. Сейчас поедем, будем готовить ужин. Я выложила филе куриное. Хотим сделать антуни с халилом. Ну, не в лаваше, а в хлебе сделаем. Завтра буду готовить куру фасоли. Я не ем халиллю. Друзья, не видно море. Зеленое. Видите, зеленый цвет. Немножко, друзья, сейчас пройдемся с вами. Люди взяли стульчики из дома, сидят, едят. На свежем воздухе. Жара спала, поэтому класс. Кто на травке сидит, кто лежит, кто спит, кто ест. Так, друзья мои, мы уже дома. Сейчас покажу, что мы купили. Мы уже съездили, скупились. Значит, здесь у нас семиты. Сейчас халилу откроем. Здесь у нас хлеб. Хлебушек турецкий вкусненький. Я такой не ем. Я другой покупала. Халил ест такой. Был горяченький. Вот семиты. Бублики турецкие. Кто не знает. Я беру, видите, светлые. Я не люблю сильно зажарить. Зажаренные не люблю. Так, дальше мы купили говяжью колбасу для завтрака. Это турецкий сучук. Купили мясо немного. Завтра я буду делать фасолью. Здесь 400 грамм говядины. Купили персики. 2 килограмма 400 грамм. 90 лир. Виноград. Сколько здесь? Здесь виноград. Здесь килограмм. 38 лир. Минеральная вода. Картофель. Курица. Курица тоже у нас недешевая. Дорогая. Здесь 850 грамм. Наверное, лир 90. Здесь лук. Лук. Потом купили чай с бергамотом. Мы любим чёрный чай с бергамотом. Это я ем на завтрак. Хинди фюме. Дальше петрушка. Дальше сыр. 500 грамм. Здесь не 400. 500 грамм. 100 лир. Дальше всякие вкусняшки, конфетки. Вот эти, кстати, вкусные. Карам. И метро. Это салфетки влажные хорошие. Молоко. Молоко в биме. Хорошая цена. 22 лиры. Дальше купили дыню. Дыня. 61 лира. Большая дыня, не маленькая. Там 3 с чем-то килограмм. Это халила шампунь мужской. Здесь лимонад. Подсолнечное масло. Здесь фасоль свежая, стручковая. Здесь помидоры. Помидоры килограмм 300, 47 лир. Огурцы килограмм 18,50. Вот это вот наши покупки, видите. Всё это стоит 1200 лир. Все наши покупки. Ну, это где-то... Это 44 доллара, друзья. Всё. Вот это вот мы всё купили на 44 доллара. Сейчас всё это буду класть в холодильник. И займёмся ужином. Будем готовить тантуни. Так, друзья. Сейчас халил мне помогает, видите. Режет меленько-меленько. Филе на тантуни. Затем я буду варить филе. До готовности. Всё. Наш бассейн уже закрылся. Воды уже нет. Сегодня спустили всю воду. Закончился летний сезон. Дети вчера в школу пошли. Поэтому всё. Всё закончилось. Правда, там вот в соседском доме. Ага, вот там. Там ещё работает бассейн, а у нас всё. Хорошего понемножку всё. Детвора. В школу пошла. Одиннадцатого сентября в Турции дети идут в школу. Халил сейчас порежет помидор. Помидор, лук. Вот у нас хлеб. Одного батона достаточно. Мясо я уже поставила вариться. А мы футбол смотрим. Всё как обычно. Правда, сейчас реклама. Ой, друзья, такое счастье. Погода хорошая. Нет сегодня этой влажности. Такая красота. Даже, можно сказать, немножко прохладно. Сейчас я вам птичек своих покажу. Очень часто в комментариях пишут. Пишут, покажите, пожалуйста, птичек. Лаймуля. Лайма моя, птичка моя. Привет, Лаймуля. Лайма. Это Лайма, девочка. Птичка наша. А вот там Кеша повыдирал себе перья. Да, Кешуня. Да, мой золотой. Кеша. Чего он себе выдирает перья? Не знаю. Кеша. Очень часто выдирает себе перья. Голова лысая. Кешенька. Ну, что такое? Семейная жизнь тебе не на пользу, да? Кешуня. Кеша. Это же моя птичка золотая. Кеша. Кешуня. Кеша. Кешуня. Он спал. Он спал, и я разбудила его. Кешенька. Что у тебя лысая голова? А, Кеша? Весь лысый. Кеша. У кого попугай, расскажите? Чего так часто? Лайма нет, а вот он выдирает перья. Кешуня. Кеша. Кешенька. Не хочет разговаривать. Что-то он не в настроении сегодня. Да, Кешуня? Кешка. А здесь мой зайчик. Кешуня. Не хочет. Не хочет разговаривать. Итак, друзья, Халил, видите, умничка, помощник мой. Значит, нарезал лук с перчиком, поперчил его. Здесь у нас петрушка и помидоры. Все меленько нарезал. Мясо уже готово. Все. Так, теперь, друзья, я налила маслечко в сковородочку. И выложила сюда мяско. Надо его немножечко поджарить. Сейчас подсолю, поперчу. Сейчас поперчим вот таким вот перцем красным, молотым, сладким. И для цвета, и для вкуса. Теперь добавляем стакан воды. Халил. Все на печку мне вылил. Что за человек такой? Так, теперь мешаем. Видите, вот этот красный перец для цвета нужен. Все, чуть-чуть поджариваем. Все, друзья, вода испарилась из сковородки. Выключаем. Видите, у кого нет лаваша, можно и с батоном. Лаваша нет у нас. С батончиком тоже очень вкусно. Сейчас он кладет лук. Мне немножко, я не люблю много помидор. Совсем чуть-чуть. Это мой, Антони. Себе он, Халил, сейчас сделает там целый батон. Ну, немного мяска. А мяско я люблю, как вы все знаете. Все, сейчас немножко помидоры, петрушки, потому что уже хочется есть, уже поздно. Вообще, я так поздно не ем, но мы уже так, как бы, делали покупки в магазине, пока кофе пили, пока по набережной погуляли. Вот, и уже поздно, конечно, для ужина. Ну, что делать? Есть хочется, мы только завтракали. Днем ничего не ели. Поэтому сегодня я согрешу один разочек. Смотрите на этот огромный. Тут целый батон. Халилчик себя не обидел. Немножко там совсем отрезала, так целый батон. Халил худеет. На диете. Итак, лучок. Теперь помидорчик. Турцы очень любят тантуни турки, обожают тантуни. Халил говорит, что тантуни первыми начали готовить мерсинцы. Поэтому тантуни во всю Турцию это блюдо пришло из мерсина. Так, мяско. Бываливается, правда, немножко с хлебчика, но ничего. Так, теперь петрушечка. Класс. Бутербродик такой. Закончили. Сделали. Теперь будем есть. У меня тоже большой. Видите, я его сейчас разрежу наполовину. Потому что, как его есть, такой большой. Так, что у нас здесь? Здесь халила перец, который он будет просто есть, кусать. Здесь маринованные огурцы. И лимонадик. Вон, халил пришел. Видите, какой огромный тантуни. Бомба, бомба. Бомба, да, бомба. Диетовар, да? Да, бью-кадам. Да, бью-кадам. Надо много кушать, все. Знаете, что я хочу? Я хочу вовнутрь налить майонеза немножко. Хочу добавить чуть-чуть майонеза. Мне кажется, будет вкуснее. Сейчас попробую. Украина тантуни. Да, украинские тантуни, халил говорит. Вы знаете, друзья, очень вкусно с майонезом. Намного вкуснее, чем без. Поэтому я открываю новое блюдо. С майонезом вообще супер. Мы уже, друзья, поели. Наелись, кошмар. Халил для вас хочет исполнить песню о любви. Музыка Ахмеда Кая. Он ждет музыку. Просто в ютубе нельзя с музыкой. Поэтому... Поэтому... Пенец, подписчиков... С vermeя. Время. Пенец, прежде чем без са. Пенец, прежде чем, без са. Пенец, прежде чем без са. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пока-пока